здравствуйте дорогие восьмиклассники меня зовут галина васильевна сегодня поговорим о сказуемом практика сложности которые могут быть связаны с согласованием подлежащего и сказуемого но для начала давайте исправим ошибки итак предложение первое каждом предложении могут быть ошибки многие в том числе и маша пришла смотреть на щенка давайте посмотрим все ли правильно в этом предложении сказуемое подлежащие подлежащие многие есть еще уточнение в том числе и маша но все-таки сказуемое здесь должно быть очевидно пришли многие в том числе и маша пришли смотреть на щенка это правильный вариант предложение второе на фестиваль приехали представители разных стран вот у нас сказуемое вернее подлежащие представители очевидно что они приехали все правильно предложение третье все кто видел этот спектакль не забудут игры актеров все кто видел и так здесь у нас есть кто видел и далее все то есть мы разводим подлежащие сосказуемым кто видел и вторая пара грамматической основы все не забудут поэтому конечно здесь окончание ут предложение четвертое тот кто предполагал что все знает ошибаются поступаем таким же образом и так у нас кто предполагал нет противоречий и вторая пара тот вот тут ошибка есть конечно же ошибается вот таким образом мы обязательно в сложном предложении должны быть внимательны нужно находить правильную пару подлежащие в единственном числе сказуемое тоже в единственном числе подлежащие во множественном числе сказуемое тоже в единственном числе Какие еще могут быть сложности со сказуемым? Итак, чтобы правильно согласовать сказуемое с подлежащим, надо помнить. Сказуемое соотносится по смыслу с подлежащим, выраженным существительным общего рода. Есть такие существительные неряха, растяпа, злюка, бедняжка. Такой достаточно негативный большой набор. И все-таки предложения могут быть по-разному построены. Эта бедняжка растерял все свои вещи. Если мы говорим о лице мужского пола и заранее знаем, что это лицо мужского пола, но предложение может звучать и таким образом. Эта бедняжка опоздала в кино, если мы говорим о лице женского пола. Итак, если перед нами существительные общего рода, сказуемое мы употребляем в зависимости от того, женского пола лицо или мужского. Далее. При подлежащих, выраженных сложно сокращенными словами, такими как ТЮЗ, Театр юного зрителя, ОГЭ, ГЕА, ЕГЭ, вам знакомые уже. Не расшифровываю даже эту аббревиатуру. Сказуемое употребляется в том роде, какой имеют эти слова при полном выражении. Ну, например, аббревиатура ГИБДД. Какое слово ключевое? Конечно, слово инспекция. Именно по этому слову определяется род этой аббревиатуры. Поэтому правильно предложение будет так звучать. ГИБДД проверила состояние автомобильных трасс. Именно сказуемое проверила, потому что ключевое слово в аббревиатуре инспекция. Мы берем это ключевое слово и именно с ним согласовываем сказуемое. Что еще нужно знать? Обратите внимание, на слайде есть такие перечисления. Сказуемое употребляется в единственном числе, если в состав подлежащего входят слова около, всего, только, лишь, перечислительным плюс существительное в родительном падеже. Слова мало, много, большинство, множественного, если они еще существительным в родительном падеже. И подлежащее называет неодушевленные предметы или отвлеченные понятия. Вообще это сложно воспринять на слух, но если эта памятка будет перед глазами, вы не сделаете ошибок на практике. Далее. Сказуемое употребляется во множественном числе, если в состав подлежащего входят числительные 2, 3, 4, 5 и т.д. в сочетании с существительным в родительном падеже. Если это числительные 2, 3, 4, 5, если это слова мало, много, большинство, множество, и опять же в сочетании с существительным в родительном падеже. И подлежащее называет живых существ. Это, обратите внимание, тогда сказуемое употребляется во множественном числе. И еще одно надо учесть. При подлежащем выраженным относительным местоимением «кто» функции союзного слова в предаточном предложении сказуемое обычно становится в форме, ставится в форме единственного числа. Ну, например, «Те, кто не изучил сам себя, никогда не достигнут глубочайшего понимания людей». У нас есть такой пример и на доске. Видите, да? Здесь «те» не достигнут. И есть еще предаточная часть «кто не изучил». Нужно обязательно разводить пары грамматические основы. Давайте посмотрим, как это будет на практике. Перед вами предложение, и нужно разобраться. Обратите внимание, множество пчел, ос, шмелей дружно гудели или гудела в ветвях акации. Давайте посмотрим. Итак, у нас есть сказуемое ставится в единственном числе, если состав подлежащего. И смотрим, смотрим. Есть слово «множество» плюс существительное в родительном падеже. Пчел, шмелей, называют так. Давайте посмотрим. Множество пчел. И тогда нужно принять решение. У нас есть условия, неодушевленные предметы, отвлеченные понятия. И второе. Смотрим. Если нам не подходит, смотрим уже. Сказуемое употребляется во множественном числе. Если в состав подлежащего входит, смотрим, какие слова. И опять множество. Существительное в родительном падеже. Пчел, шмелей у нас получается в родительном падеже. И подлежащее называет живых существ. Какой вывод мы делаем? Мы делаем вывод, что здесь у нас должно быть сказуемое во множественном числе. Много времени, обратите внимание, занимает подготовка сводных таблиц. Здесь достаточно все просто. Подготовка занимает. Далее. В комплекс включено или включены, как мы пока еще не знаем, 5 алгоритмов для решения поставленной задачи. Давайте посмотрим, что у нас с числителем. Возвращаемся на шаг назад. Итак. Сказуемое употребляется во множественном числе, если в состав подлежащего входят числительные 2, 3, 4, 5. Смотрим, что здесь. 5 как раз. И существительное в родительном падеже. Проверяем. Алгоритмов в родительном падеже. Поэтому мы выбираем сказуемое во множественном числе. То есть таким образом, сочетая теорию с практикой, вы сделаете правильный выбор и напишите все правильно. Еще один нюанс. Если мы говорим о простом глагольном сказуемом, нужно понимать, что есть у нас сложная форма будущего времени. Ну, будущее время, можно сказать, я спою или я буду петь. Так вот, сложная форма будущего времени не является составным глагольным сказуемым. Это простое глагольное сказуемое. Просто здесь сказуемое выражено сложной формой будущего времени. Например, предложение. Я жаловаться на жизнь не буду. Подлежащее очевидно я. Сказуемое не буду жаловаться. И это простое глагольное сказуемое. Я спою. Простое глагольное сказуемое спою. Я буду петь. Простое глагольное сказуемое буду петь. Вот это достаточно сложно, если не помнить о том, что будущее время глагола образуется двумя способами. Это может быть простая форма и сложная. И несколько еще таких вот расширяющих знаний. Почему так часто мы с неопределенной формой глагола, который называем инфинитивом, сталкиваемся в достаточно сложных ситуациях. По происхождению инфинитив не является глагольной формой. Он является именной формой. И это на самом деле застывшая форма от глагольного существительного. Существительное оказывается втянута в систему глагола, поэтому и получила категорию вида и залога. Инфинитив, он же неопределенная форма глагола, означает действие в отвлечении от деятеля, от производителя действия. Именно эта особенность и определяет его способность выполнять в предложении роль функции, вернее, существительного. Инфинитив может быть подлежащим, может быть определением, может быть дополнением, может входить в состав составного именного сказуемое. Разберем предложение. Все просили ее спеть. Очевидно, подлежащее все. Сказуемое просили спеть или просили. Разводим глагол. Еще у вас предложение. Все просили ее спеть. Все просили. А кто будет петь? Петь же будет она. Очевидно, все просили ее о чем? Спеть. Поэтому грамматическая основа все просили, а инфинитив спеть будет дополнением. Вот такая сложность, но в то же время она объясняется. Обратите внимание, пожалуйста, что вот как раз инфинитив сочетает свойства глагола и имени. Поэтому в предложениях, где есть инфинитив, нужно проявлять особую бдительность. Любить значит жить жизнью того, кого любишь. Обратите внимание, подлежащее и сказуемое, выраженное глаголами, инфинитивами. Именно потому, что в этой форме, застывшей такой форме, сочетаются у нас свойства глагола и имени. На этом все. Продолжение следует... Продолжение следует...